А мы вновь продолжаем нашу беседу с Шурой. Ты откровенно, на самом деле, рассказывал о своей болезни, поэтому не могу тебя об этом не спросить, что было и вообще как пережил. Наркотики довели до этой болезни, наркотики, объем работы. Разве Дарака давает наркотики? А, конечно, безусловно. В каждом организме из раковых клеток заложено уже изначально генетически. И организм ослабевает, он будет слабинку. При таком темпе работы, при постоянном бухальстве, при наркотиках. Организм ослабевает, и там, где слабое место, там он дает вот это вот зернышко. И рак развивает. Рак чего был? У меня был рак в яйце. Я не стеснялась. Мужчин в основном, так, у женщин в груди, мужчин как бы в яйце. Долго лечился? В России? Да, лечили в России. Огромное спасибо Денисовскому военному госпиталю города Москвы. Молодцы. Вот, долго, долго, нудно, это так нудно все лечится. Реабилитация была длительная. Потом была химиотерапия, мы не дошли до облучения, мы обошлись химиотерапией. Потом трема руки, полтора года рукава так вот тряслась, постоянно привязывали к ноге. Ну, ничего забавного, короче. Ты знаешь, многие люди после каких-то серьезных потрясений в жизни, болезни делают какие-то выводы. Безусловно, безусловно. Что ты видишь? У меня все окружение поменялось. Я буднул всех. Потому что эта свита, она села наркотики, я буднул всех, абсолютно всех. Остались только самые крепкие, кто потом уже на коленях стоил передо мной, доказывал свой взгляд. Много друзей потерял во время болезни? Ну, свита была громадная. Там друзей, наверное, 300 у меня было. Остались человек семь. Почему? Я кормил табуны. То есть после гастроли буквально все суммы уходили на накрывание столов для друзей, подарки друзьям, на покупку наркотиков себе друзьям. То есть вот так вот. На решение проблемы друзей, что деньги уходили, я не стеснялся решить какие-то проблемы. Кого-то поймали, что наркотой я решал. С медиками, как бы, своими деньгами. То есть вот на это, как бы, да, я такой заботливый. Если я дружу, дружу, люблю, так я люблю. И люблю так, что башню сносит. Вот, то есть так, по-настоящему все. Вот осталось семь человек верных, надежных. Мама? Мама периодически у меня. Мама у меня такая странная женщина. Принекся песня «Странная женщина», которую мне подарила... Чего странность, мама? Мама забавная. Не знаю, она то есть, то нет. Семья для тебя это кто? Бабушка. Она тебя воспитывала? Она меня воспитывала, безусловно. Она воспитывала, она позволяла все, разрешала все. Она обувала дева, укормила она. Ну, кормила она, потому что у нее свой ресторан, поэтому накормила. Ага. Есть какой-то близкий человек, которому ты можешь все рассказать? Позвоним в любое время дня и ночи? Сейчас ты директор. Ну, как ни странно, директор, да. В любом... В чем мы живем рядом. Я могу прийти даже ночью после тебя. Привет. Вот, например, для Митя Фина, это собака. Он сказал, что я собаке все могу рассказать больше. Ну, собака, да, у меня сильная. Ну, что собаку бедно травмировать все расслабить? Когда я к директору, зачем это все слушать? Он, бедно, уши в трубочку свернет. Как любишь отдыхать? Ух, я весело люблю отдыхать. Я догадываюсь даже. Весело. Мы отрываемся так. Что значит весело? Ну, Багама, Канары. Да там весело. Весело, богато. Ну, Сочи даже. Даже Сочи. У меня сочи много друзей. У меня есть наш общий дом, который мы построили для себя. И мы периодически имеем каждый ключ от этого дома, кому... У меня сочи тоже дом, кстати. Да? Да. Замечательно, будем дружить. Где вы отдыхаете? У меня платформа. Ну, платформа теперь моя, и мои друзей. Клуб Прай. И друзья Клуба Рай Москвы купили платформу. Я недавно прочитала, у тебя есть семья, жена. Это правда или очередные случаи? У меня еще нет семьи. Мы еще не расписались даже. Ну, то есть не врут. Все правда. Не врут, все правда. Ее же Лиза. Замечательная девушка. Мы познакомились четыре года назад. Она работала в клубе в Раю. Клуб Прай. Самый крутой клуб у города Москвы. Она стала в клубе на тест-контроле, меня им пустила. Это меня задело. Как ты от меня не принесешь? Ну, что за... Она просто не признала. Вот на это почве, как бы, на почве скандала опять же. Мы подружились. На следующий день пошли в кино. И как-то странно для меня все завязалось. Глубже, 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 дальше, дальше. Это человек, я понимаю, спло... Вот ты говорила о том, кого могу рассказать. Что могу Лизе все рассказать. Но как бы я ее не тревожу. Всеми рассказами, значит, на с ума сойдет. У нее так сложная работа. Она до сих пор в Раю, да? Да, она в Раю. Мы вернулись к своему клубу. И как-то дружба ушла так далеко, что мы решили уже свадебку сыграть. Когда? Я думаю, в августе. У тебя очень часто окружает скандал. Вообще считаешь, что скандал способствует популярности? Он подогревает. Интересно. Он и тебя подогревает. Он и тебя как-то. Есть тем более скандал не тобой придумал. Ты такой, учусь себе. И скандал, который сами выдумываю. Не секрет. Вы думаешь, скандалы? Мне не приходится. У меня как-то вот с этим все сами. У тебя единственное, по-моему, с этим все хорошо. Расскажи самым нереальные слухи себе. Что я беременна. Такая была фотография в газете. Я животом от несохранения. Слухи от нетрадиционной сексуальной ориентации. А уже о них нет. Уже не говорят. Уже ничего. Да, я как-то, знаешь, никогда в принципе-то и не говорила. И как-то настолько то ли привычно я вписался, втесался в этот образ. Как-то больше это Моисеева. Даже у меня была Рин с Борисом. Как-то все это ему. Мне ни одного вопроса не задали на эту тему. Все Боря, 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 Боря. А есть вопрос, которым тебя достали журналисты? Про зубы. Почему я не был зубов? Почему? Что ты отмечал? Понимаю. Это уже. Мне их выбил брат. 9 лет. В мой день рождения. Тетя моя тетя из-за границы. Прислала, она где-то, извините, сказала, кегли. Не знала, что прислать. Уперла кегли из кегельбана. Она тяжелая, реально. Она весит 18 килограмм. Это наши кегельбаны. Кегли, ну мы, по-моему, тоже уже тяжелые у нас. И вот эта вот фигня, вот эта вот керамическая причем она. И брат ее еле поднял. Говорит, Саша, смотри, тетя прислала. И мне так разворот. И он мне сделал карьеру. Вот так началась моя карьера. Брат проценты не просит? Было такой момент у нас семейный. У нас семейка все вот такая вот, да. Веселая. Веселая, да. Ну нет, брат не хороший. Брат родил мне племянницу, чего я еще пока не сделал. Но мне это в будущем. Мне просто в болезни нельзя было заниматься детьми. Ну бабушка нагадала мне двойню. Так что она всем, кому... Бабушка была цыганкой. Она всем, кому... Цыганский правильный. Всем, кому говорила, ее боялись до смерти. Беременные от нее шарапались. Она скажет, ну, ой, двойнишки тебе. Все. Плог делился. И все. Все было хорошо. А я хочу двойнишки. То есть дети в планах? Дети в планах. Слушай, может даже для этого и женимся, чтобы любить. Скажи, какие ближайшие творческие планы? В кастроли, в кастроли, в кастроли. Мы записали альбом. Сейчас он в сведении, в оформлении. Называется он «Новый день» по заглавной песне этого альбома. Всем советую послушать альбом. Он очень новый. В нем новая библиотека звуков. Что для России еще редкость. Это дорого покупать. Мне это подарили. Он на русском, на английском, на испансном языке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто придумывает тебе синичский образ, твои костюмы, кто все это ждет? Я, я, я. Сейчас Нозин на себя Чапурин. Костюм 12-го на дискотеке в Москве будет от Чапурин. Ну, помрачительный костюм за бешеный день. Я просто в шоке. Сколько сегодня взяли за это? Ну, Чапурин стоит таких денег. Сколько концертов в год сейчас у тебя? Могу сказать, сколько в месяц. У меня в неделю по шесть концертов. Ты богатый парень. А я их не собираю, я их тут же трачу. Я покупаю шубу за шубой. Я люблю меха. Люблю красивую одежду. У меня последняя коллекция вещей. Я много очень покупаю в визе. Я ничего не складываю, никуда не коплю. Под подушку не складываю. Я знаю, что буду работать долго. Я знаю, что теперь буду долго жить. Какая у тебя была самая безумная покупка? Мне ключи от квартиры подарили мне мне рождение в 25 лет. Я подумал, что это мне подарили. Оказалось, я ее купил. У меня постепенно с каждого концерта забирались денежки. Кем? Директором. А я так, знаешь, шибко-то. Я вот настолько доверчивый человек, я не считаю. Мне дали, дали. Знаешь, ну, бог да, бог да. Смотри, как хорош директор. Бог да. Да, это была Ирина Роголяс. Элла, Эллочка, спасибо. Но потихонечку забирала и в компанию определенную отдавала. И мы к 25 годам. У меня так, ключики от квартиры, я так, а, у меня в крышу съехала. Шикарная квартира, 100 метров. Саша, у меня короткий близ для тебя. Продолжи мою фразу. Деньги для меня это? Кушать. Кушать я еще раз кушать. Гурман вообще? Гурман. Ну, бабушка хозяйка ресторана. Счастье это? Любовь. Настоящая женщина это? Любимая женщина. Я отдыхаю когда? Когда работаю. Мои ближайшие планы это? Готовимся к свадьбе. Мой самый экстремальный поступок это? Ставить зубы. Немножко подрезать. Я думаю, это не повредило твоей популярности, нет? Знаешь, вот повредило, повредило. Повредило. Меня как-то так все сродно. Ну, вот он нормально, уже неинтересно. Уже не больше пилябосики. К тому же мы когда вставили зубы, мы стали одеваться по-другому. То есть, одновременно случился рыборейдинг такой. Ну, еще безумно будет, наверное, свадьба. Приезжайте к нам на свадьбу. Обязательно приедем. Лучшая вечеринка это? Моя вечеринка. Моя вечеринка совсем лучше. Я провожу к Убирай. В последний раз мы отмечали мой день рождения. Так что, ух, как свадьбу неделю. Сколько лет исполнилось? Мне 35. У тебя еще была долгая-долгая творческая карьера. Как у Кобзона хочу. Простите, если вы думаете, что это как раз. С нами был Шора. Редактор субтитров А.Семкин